Добрый день! Итак, сегодня вторая серия про ленивый жаккард, как перевести схему ручного вязания в файл для электронной вязальной машины. Итак, я приготовила здесь несколько файлов, не файлов, а рисунков. Показать, насколько разные они могут быть. Я брала их из вот этой схемы. Уже я рассказывала, как переводить на перфокарты. Ссылочка есть наверху сейчас. И мы с вами сегодня освоим, как один из способов, как перевести с помощью программы ДК файл для вязания мозаики или ленивого жаккарда. Для этого я просто здесь поставила схему, которую мы будем рисовать. И хочу вам показать очень интересный способ, как это можно сделать очень-очень быстро. Здесь у нас есть такой инструмент в ДК, как карусель. Ее нажимая один раз, у нас отражается рисунок по вертикали. Два раза нажать по горизонтали. То есть мы нажимаем, смотрите, одну клетку, мы нажимаем, я возьму цвет, но у нас сразу рисуются две клетки. Обычно ленивый жаккард, это в четыре стороны отражается, поэтому мы нажимаем еще раз, и у нас отражается, видите, здесь в четыре раза. И берем свой карандашик и ищем методом тыка, где у нас центр. То есть нам надо вот такую вот будочку найти, где нарисовать. Ну я примерно, я попала, и теперь зажимая кнопку мы можем нарисовать. Дальше смотрим, отступаем одну клетку и чертим линию. Вот у нас одна линия. Здесь мы опять отступаем одну линию. Вот у нас квадратик уже нарисовался. Смотрим наверху, здесь поднятие, ушки такие, да. То же самое касается здесь ушки. Пожалуйста, за полминуты у нас готово. Добавляем эти квадратики и вот эта вот линия для разделения симметрии. То есть, смотрите, за маленькое время я нарисовала без счета, безо всего, перерисовала. Вот с этой схемы, смотрите на фото, маленький узорчик. И теперь мы его упорядочим так, чтобы нам с ним работать. Для этого берем минус, то есть уменьшим поле. Как уменьшать и работать с уменьшением, увеличением поля, ссылочка наверху, есть отдельный ролик. Итак, зажимаем левую кнопку мышки и продвигаем. То же самое делаем сверху. И зажимаем правую кнопку мышки и убираем. То есть, смотрим, чтобы у нас был ровно рапорт. Это нам с этой стороны не нужно. Здесь мы до сих пор до этой линии уберем. Зажимаем правую кнопку мышки и ведем от стороны к центру. Вот наш рапорт нашего узора. Итак, что же... По какому принципу я буду делать? Я буду работать с... В этой теории я буду работать с кнопочкой блок. Кнопочкой блок и буду пользоваться вот здесь переходами, которые дают нам возможность быстро поменять как цвет. Я увеличу сейчас, чтобы вам было лучше видно. Вот идет речь об этой стрелочке и вот этой двойной стрелочке. Итак, мы вяжем обычно из двух цветов. И для того, чтобы у нас машина показывала, показывала, каким цветом нам необходимо вязать, нам нужно присвоить им служебные номера. Но служебные номера у нас должны быть разные в разных... в разных рядах. То есть, первый ряд у нас идет основная нить. Но мы ее должны перекрасить в другой цвет, который потом мы переведем уже в негатив. Итак, мы выбираем ряд ряды, где у нас больше непробитых клеток. То есть, красные пока у нас. Видите, здесь выдвинутая игла. Это игла, которая выдвигается. И здесь вот, в голубой клетке, у нас игла не выдвинута. Значит, те ряды, которые имеют больше не выдвинутых игл, нам придется переводить в негатив. Для этого я их хочу, во-первых, перекрасить в другой цвет, чтобы это был... будет у нас цвет основы. Для этого я использую функцию блок и черчу блок размером в одну линию. Далее я добавляю в этой... в этих рядах... Это у меня будут нечетные ряды. Я хочу добавить сюда другой цвет. Я выберу, ну, например, черный еще, да. И в этих рядах я хочу заменить красный на черный. То есть, как мы это делаем? Черный мы ставим на левую кнопку мышки, красный мы ставим на правую кнопку мышки и нажимаем вот эту стрелочку. Далее включаем маркировку на блоке и берем, пока у нас появляется крестик, передвигаем сюда. И опять нажимаем эту кнопочку. То есть, на данном этапе я только закрашиваю на другой цвет. Передвигая за квадратик центральный. Вот. То есть... Все, я перекрасила. Теперь эти же ряды надо перевести в негатив с помощью вот этой другой стрелочки. Поэтому я... Здесь у нас имеется голубые и черные. Черная у нас стоит на левой кнопке мышки и на правую кнопку мышки я ставлю голубую. И теперь обратным ходом я иду и нажимаю вот эту, вот эту двухстороннюю стрелку. У нас поменялись цвета местами. То есть, у нас будут выдвигаться все иглы, которые пока были не выдвинутые. И на стартовый ряд. Сейчас у нас там тоже есть. Пожалуйста. Отключаем блок. И далее. Каждый ряд нам надо провязать два рада. Поэтому я иду в вариации. Изменить вариации. И включаю вот эту вот высокую уточку. Далее нам остается упорядочить палитры. Пряжа. Выбор цвета. Удалить лишние. Упаковать. В этот момент очень внимательно смотрим. У нас, поскольку черный был введен потом, и служебные номера необходимо ставить по порядку. То есть, у нас получится в данный момент, что первый у нас будет цвет рисунка, а второй цвет основы. Это нам может, так сказать, морочить голову. Поэтому нажимаем на черный цвет левой кнопкой мышки, зажимаем ее и передвигаем вместо красного. Вот цвета у нас просто в палитре поменялись местами. И нажимаю упаковать. Что-то зависло у меня. Удалить лишнее. Упаковать. И окей. Дальше идем. Палитры. Служебные номера. Я показывала. То есть, на голубой мы заводим пустую клетку. Единица у нас. Это цвет основы. Двоечка у нас. Цвет рисунка. Про то, как работать с служебными номерами, ссылочка наверху будет. Можете там узнать больше. И нажимаем окей. Вот у нас все пронумеровано. И еще, так как очень удобно работать с двухпантурным нитесменником, который у нас находится слева. Сейчас надо так внимательно посмотреть. Я отодвину вот это вот окошко сюда. Открываем параметры. Способ вязки. Вот я его тоже подвину, чтобы было видно. Вот двухцветный жаккард с протяжками у нас поставлен. Опции. Вот здесь в опциях отмечаем «Использовать сменник цвета». Смотрите, что происходит. Вот сюда я буду ставить галочку. И смотрите сейчас вот на эти иглы внимательно. Я ставлю «Использовать сменник цвета». Нажимаю «Ок». И здесь, когда я нажму «Ок», иглы поменяются местами. В этот момент нам их потом надо будет поставить на место. Как их поставить, я покажу. Это потому, что у нас однофонтурное вязание и однофонтурный жаккард с протяжками. При работе со сменником цвета файлы переключаются наоборот, то есть в негатив. Поэтому на машине надо ставить опять опцию «Негатив». То есть у нас здесь будут невыдвинутые иглы. Нам надо ставить на машине, чтобы они были выдвинуты. Мы не сможем тогда увидеть номер пряжи, который нам нужен будет. Смотрите внимательно. Сейчас иглы поменяются. Видите, встали. И в этот момент мы нажимаем обратно, чтобы они встали вот так. На этом фактически всё. Сохраняем свой файл. Сохранить как. И можем уже передавать его в машину. Можем его передавать в машину. Я сохранила. Можем его передавать в машину. В машине. Вязание начинаем с правой стороны. Первый считывающий ряд с подключённой кареткой. Идём к сменнику цвета. Вяжем это основной пряжей. И далее уже первые два ряда у нас основной пряжей. Третий, четвёртый будет пряжей рисунка. И опять смена по два. В окошке машины будут показываться цифры 1 и 2. То есть машина показывает цифру, который надо... Номер пряжи, который надо вязать. Уже отобранный ряд. Следите за следующими роликами. И в конце я покажу, как действительно дажим эти рисунки. Как на перфокарточной машине, так и на электронной машине. Рисунки могут быть самые разные. Почти у нас нет никаких ограничений по рапорту. Можем делать целые картины. Этот способ немного кропотливый. В следующей серии будет менее кропотливый. Но способ, где мы тоже можем получить отличнейший результат. На этом сегодня всё. Пока-пока. Спасибо, кто смотрел. Кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, кто первый раз у меня на канале. И смотрите ролики. Изучайте программу ДК. И вяжите легко и с радостью. На этом сегодня всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»